6 тысяч новых случаев заражения зафиксировали в Москве и 25 тысяч в целом по России. Это данные за сутки. Минздраве считает, что ситуация стабилизируется. Поэтому в столице продлили работу летних веранд-кафе для посетителей без QR-кодов до 1 августа. Напомню, в конце июня власти российского мегаполиса ввели очередные ограничения в связи с ухудшениями ситуации. О том, что последовало за решением властей запретить непривитым и непереболевшим гражданам посещать рестораны и кафе, в сюжете нашего корреспондента Даны Нуржан. Вот уже вторую неделю в Москве действует запрет на посещение кафе и ресторанов для непривитых и непереболевших. Вернее, непереболевшие могут посетить кафе при предъявлении ПЦР-теста. Однако сдавать тест по цене среднего счета в кафе, чтобы поесть, люди не готовы. А вот летние веранды пока открыты для всех без ограничений. Введение QR-кодов привело к падению доходов заведений как минимум наполовину, говорят рестораторы. Они обратились к властям с просьбой или отменить ограничения, или разработать для отрасли временные меры поддержки. Льготы на оплату труда, аренды и налогов. В прошлом году господдержка предотвратила закрытие до 70% точек. Там ситуация драматическая, мы потеряли выручки больше 60%, а те наши проекты, которые расположены на фудкорте, они, к сожалению, теряют даже больше. Все проекты, кроме двух, кроме вот этого и еще одного на Покровском бульваре, мы закрыли временно. Это нормальное действие в кризисной ситуации сгруппироваться, чтобы, когда падаешь, не сломать ничего. В этой ситуации стабильно работают только те точки общепита, которые переориентировались на доставку. Кафе, что не имеет летних веранд и не работают на доставку, сейчас теряют 90% выручки. Если ограничительные меры будут продлены и в августе, то для большинства рестораторов в Москве это будет равносильно закрытию. Надежда на ослабление мер есть. Власти отмечают резкий рост темпа вакцинации. Ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек. Из-за ускорения темпов вакцинации московские власти приняли решение возобновить работу некоторых городских объектов, которые расположены на открытом воздухе. Так снова откроются зоопарк, детские спортивные площадки, а также беседки в парках. А по просьбе представителей общепита обслуживание без QR-кодов на летних верандах кафе разрешили продлить до 1 августа.